Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем с самой резонансной новости, которая сегодня у всех на слуху. Контрабанда оружия, политические убийства и терроризм. Такие обвинения еще долго будут сопровождать в новостях фамилию Владимира Рубана. Когда-то его называли героем и представляли переговорщиком по освобождению пленных. Потом о нем надолго забыли. А вот теперь он в центре самого громкого расследования этой весны. Сколько лет грозит Рубану и как он мог из переговорщика переквалифицироваться в террориста? Ирина Баглай выясняла все подробности. Это кадры задержания Владимира Рубана на нулевом блокпосту КПВВ Майорск. Утром 8 марта лидера Центра освобождения пленных, офицерский корпус, арестовали за рулем автобуса. В нем мебель, которую, как объяснит позже Рубан, он вез с оккупированной территории. Но тумбочки забиты не вещами, а вот таким арсеналом оружия. Автоматы, ручные гранатометы и мины. Этим можно было бы вооружить не один взвод. Все было вылучено в процессе следующих дней. Пять автоматов Калашникова АК-74. Владимир Рубан с мая 14-го появился в зоне АТО, предложив свои услуги переговорщика по обмену пленными. Как сообщил уже на скамье подсудимых, у него за плечами более 140 пересечений линии разграничения. Но в этот последний раз, признается, не имел права переходить рубеж. Сейчас Рубана обвиняют по трём статьям, в частности, в подготовке терактов. По словам Рубана, в этот раз быть перевозчиком. Ему предложил офицер спецподразделения с позывным «Кедр». Он же и должен был обеспечить проход через блокпост. Я мог перевезти один товар на ту сторону и забрать здесь лев кедра, забрать мебли. Слышно, на орденах прикрывать. Что вез на оккупированную территорию, Владимир Рубан не уточнил. А мебель, уверяет, не осматривал и об оружии не знал. Но параллельно с судебным заседанием, где Рубану выбирают меру пресечения, глава СБУ дает брифинг. И на нем демонстрирует главное доказательство – видеоматериалы задержания. Прошу включить аудио после первого везения на территорию, которую мы контролируем, с территории ДНР, засоби уражения. Он сам лично перечисляет эти засоби уражения, которые он привез. Два цинка. Один ящик с монками. Не знаю, какими. Должно быть пять штук. Ящик с Гранатой. О пребывании в так называемой ДНР Рубан рассказывает без подробностей. Тем временем в СБУ и на это отвечают видеодоказательством. Сейчас Рубан еде до своих кураторов. В суде Рубан уверяет, его подставили. Он понял это только на блокпосту. Офицер Кедр распорядился на посту, чтобы меня пропустили. Я проехал за его машиной 200 метров. И через 200 метров они остановились, чтобы я остановился. Меня окружили и они уехали. Сторона обвинения требует Рубана арестовать. Есть все подставы, что подозрение может повышать место своего постоянного проживания в территории Украины. За него слово еще на тысячу. Защита просит домашний арест, но аргументы прокуроров перевешивают. Требление под вартою подозрения Рубана установить в межах термина досудового расследования. Требленностью 60 дней. Как оказалось, эту спецоперацию силовики планировали долго. Кремлевский след в российском политическом проекте Рубан, как его уже окрестили украинские спецслужбы, прослеживают еще с 2004 года, когда Рубан занимался издательским бизнесом, финансируемым из Москвы. И этот воежж Рубана должен был закончиться серией масштабных терактов. С минометов мало расстрелять центральную часть города Киева. И на вопрос, там же мирные люди, там же будинки, мирных людей, это никого насправдя не хвилюет. Мало быть, какомога больше трупов, какомога больше крови. И шлося про тысячи загиблых. И, как говорили их кураторы, с ДНР и с Москвы, мае бути багато крови, багато трупов и мае бути хаос. В настоящее, люди мают выйти на улицу, а войска мают повернуться с зоны АТО и прийти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть громадянская война. Целью Рубана были первые лица страны, в том числе президент. Как указано в уголовном производстве, покушение планировали в Верховной Раде. Ревень террористической загрозы для украинцев, мы считаем, был наибольшим за часы независимости. В неоспоримости доказательств уверен и президент. И пообещал, что это дело не удастся спустить на тормоза. Хочу разочаровать тех, кто ствердит, что им удастся або откупиться, або отповсти. Я прошу минерала Грицака взяти под свой особенный контроль. Даже не прошу, а наказую взяти под свой особенный контроль расследование этой справы.